Диспансеризация – это плановое мероприятие, которое включает в себя несколько медицинских обследований, посещение узких специалистов. После прохождения каждый пациент получает заключение терапевта о состоянии своего здоровья. В случае выявления отклонения от нормы, врач назначает дополнительные скрининговые исследования с целью установления точного диагноза и дальнейшей тактики лечения. Вчера на открытом заседании правительства Андреевич Воробьев обозначил важность и актуальность этой задачи. И в рамках реализации указа президента принят федеральный закон о дополнительных выходных для прохождения медосмотра. Это сделано для того, чтобы людям было удобно проходить комплексное обследование. Выходной дается с сохранением заработной платы в этот день. Госдума и правительство принимают все возможные меры для того, чтобы граждане активнее участвовали в диспансеризации. Безусловно, мы в свою очередь должны следить за тем, чтобы наши больницы, поликлиники, амбулатории, медицинские центры были готовы к приему пациентов, чтобы все было оперативно, комфортно и качественно с точки зрения узких специалистов и тех медицинских работников, которые как раз занимаются медосмотром. Татьяна Одинцова озвучила цифры по лечебным учреждениям района. Диспансеризацию прошли более 80% населения до конца года. Врачи планируют полностью исследовать всех пациентов, а это почти 7 тысяч человек. Эта задача стоит на уровне Министерства здравоохранения Московской области, одна из самых главных задач. И у нас выдается и утверждается помесячный план. Этот помесячный план четко определен и за нами наблюдает по квартально показатель выполнения. Ну, согласно вот этому помесячному плану Одинцовского муниципального района, где мы видим 50 710 жителей Одинцовского муниципального района подлежат, обязательно диспансеризация в 2018 году. Мы с этим планом, Андрей Робертович, справляемся на 100%. Как никогда. Зона ответственности наших врачей нормальная. Несколько месяцев назад Андрей Иванов озвучил решение об открытии сразу нескольких офисов МФЦ. Количество обращений растет, существующая система не справляется с таким огромным потоком населения. Именно поэтому было принято решение запустить сразу два отделения в Одинцово и по одному в Голицыно и Лесном городке. Количество видов услуг у нас с 2015 года выросло почти в два раза. Востребованность выросла в несколько раз. Оказание услуг в удаленных рабочих местах у нас составляет не менее 20% по отношению ко всем многофункциональным центрам, что говорит о востребованности удаленных рабочих мест среди населения. Помимо четырех дополнительных офисов в Барвихе будет открыто одно рабочее место в планах создания подобных форм и в других поселениях муниципалитета. Возможно, это будет на базе учреждений культуры, но пока проект находится в стадии разработки. Тема крайне актуальна. Количество обращений граждан за услугами в многофункциональные центры растет. На сегодняшний день мы оказываем 330 услуг для населения, хотя еще в 2015 году это количество было 148. Если сравнивать статистику 2015 года, то сотрудниками МФЦМ было оказано 259 702 услуги. И если сравнивать с 2018 годом, с 10 месяцами, то на сегодня это цифра 554 578 услуг, которые наши сотрудники оказали. Это значительный рост. И для того, чтобы улучшить качество, сократить время ожидания наших граждан в офисах МФЦ, нам, конечно, необходимо добавлять новые офисы. И вместо удаленных рабочих мест открывать новые большие офисы. Проблемы с водоснабжением, освещением улиц, ремонтом дорожного полотна, благоустройством придомовых территорий вновь высветились через систему Добродел. Отработка каждого обращения от жителей на личном контроле угла в территории. Пока добиться своевременного реагирования удалось не везде. Андрей Иванов подчеркнул, что он уделяет этому вопросу самое пристальное внимание. Мария Шматкова, Денис Харламов, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.